Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Новый остров вот-вот появится на карте Кемеровской области. Не географический, театральный. Репетиции нового спектакля вышли на финишную прямую в театре для детей и молодежи. В роли первооткрывателей новой постановки и острова выступили мои коллеги. Там, где обычно находился зрительный зал, плещется море. В глубине сцены 60 стульев. А между двумя непредсказуемыми стихиями, водой и публикой, вновь открытый остров. Который уже заселили актеры и их шесть персонажей. Песок, как настоящий, по нему можно даже прогуляться босиком, как по пляжу. Или приплыть на остров, как это делает героиня Ольга Редько. Я вообще замечала, что очень много спектаклей, очень много премьер. Не случайно в моей жизни практически все выходят в то или иное время моей жизни, отвечая на те или иные вопросы, которые именно сейчас в моей жизни актуальны. Поэтому Ольга Редько, женщина, бегущая по волнам и мечта некоего мужчины, наверное, сейчас это для меня лично актуально. Вот он, главный герой спектакля, помещается на ладошке. Зовут его утюг кукольный для глажения одежки для детских игрушек. Стоимость 20 тысяч евро или более 800 тысяч рублей. Именно столько по пьесе предложил респектабельный англичанин-коллекционер за этот раритет. Но герой спектакля Саша, он же гладильщик, отказался. Почему? Ответ даст премьера. Слава Богу, меня никто таким образом не соблазнял. И поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Пока. К сожалению. Или к счастью. У меня были разные ситуации в жизни, когда мне давался выбор тот или иной. Я выбирал тот или иной сторону. За какой-то выбор я... Мне стыдно. За какой-то выбор я горд. И поэтому на этот вопрос сейчас я ответить не могу. Вот как только мне предложат 840 тысяч рублей или 20 тысяч евро за какую-нибудь вещь, чтобы пришлось поступить с какими-то принципами, я вас обязательно вам об этом расскажу. О своем выборе. Вот. Машину новую покажу. Быть или не быть, тварь я дрожащая или право имею? Человек я или кто? Каждый из нас, каждое мгновение судьбы делает выборы, большие и малые, которые одинаково влияют на нашу судьбу. Спектакль «Утюги» и об этом тоже. А еще о любви, которая нечаянно нагрянет и заставит совершать поступки. Или просто задуматься о себе же. Успешный, богатый, и все у него хорошо. А тут вот жизнь. И потом понимает, что вот то, что он успешный и богатый, это, наверное, не главное в жизни. И не главное, что у него коллекция, и он там весь такой классный, весь такой. Ну вот что-то другое главное. А что? Вот что-то такое вот в нашей жизни, в этой неустроенной, есть что-то главное. А там нету этого главного. Вот, наверное, моя роль про это. Первых туристов новый остров под названием «Утюги» примет в воскресенье на премьере постановки, когда чугунные одухотворенные персонажи пройдутся по складкам душ, мыслей и чувств. Аркадий Кемеев, Людмила Казаченко, Станислав Грушевский. Новости моего города. «Гусеница ты моя» — сомнительный комплимент для свободных женщин. В Кемеровском доме художника открывается выставка работы о меча Василия Мельниченко, которая так и называется «Гусеницы». Ее автор — фотохудожник, кинорежиссер, преподаватель, галерист. И мужчина, который позволил себе языком фотографий высказаться на тему женской эмансипации. Их 14 моделей в возрасте от 27 до 45 лет. Успешных и уверенных в себе женщин, запечатленных на снимках. Живая обнаженная плоть, затянутая в полимерную пленку. Женщины-гусеницы, которые как в коконе спрятались от мира. Так увидел автор прекрасную половину человечества. Рядом с каждой фотографией анкета со стандартными вопросами о равенстве полов, на которые ответили героини снимков. Работа над проектом шла несколько месяцев. Официальное открытие выставки в Кемерове состоится завтра. Это скорее высказывание не о политических свободах женщин или социальных правах и так далее, а о внутренней свободе, о том, насколько женщины внутренне свободны в нашем обществе. И о том, почему, если они не свободны, почему возникает эта несвобода, и насколько это зависит от мужчин. К новостям спорта. В рядах хоккейного Кузбасса пополнение. Накануне Кемеровский клуб подписал контракт с полузащитником Романом Козулиным. Игрок стал первым новобранцем команды в межсезонье. В прошедшем году уроженец Читы выступал за абаканский клуб Саяны Хакасия. Козулин провел 26 матчей, забросил 6 мячей и отметился четырьмя голевыми передачами. Также полузащитник защищал цвета Красногорского Зоркова. Он серебряный и бронзовый призер чемпионатов страны. Кемеровскими гимнастами будет руководить абсолютный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России Максим Девятовский стал директором с Дюшор номер один, сменив на этом посту многолетнего руководителя школы Валерия Астахова. О сплаве молодости и опыта у руля кемеровской гимнастики расскажет Татьяна Савельева. В далеком 78-м молодой учитель физкультуры Валерий Астахов стал директором Кемеровской школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике. О работе, проделанной за это время красноречиво говорят грамоты и кубки в кабинете заслуженного работника физической культуры России. Но главное, чего удалось достичь, по словам самого Валерия Тимофеевича, это выход кемеровских спортсменов на мировую арену, строительство гимнастического комплекса и сильный тренерский состав школы. В апреле 2013-го Астахов решил дать дорогу молодым и покинул пост директора, который занимал 35 лет. Я готовил всех, что я все-таки когда-то уйду, и поэтому надо это. Поэтому я спокойно отнесся к этому, и в семье у меня нормально отнеслись к этому. Все отнеслись спокойно, я спокойно, значит и все спокойно. Поэтому я нисколько не жалею, что то, что я сделал, это видели все. И Кузбасс видел, и Россия видел, и мои все близкие видели. И самое главное, теперь все сохранить. Сохранять и приумножать предстоит человеку, который посвятил спортивной гимнастике 20 лет своей жизни. После окончания карьеры участник двух олимпиад Максим Девятовский поступил в Академию Госслужбы, где готовят руководители. Трудовой день нового директора школы начинается с просмотра спортивных новостей. По мнению Максима, нужно быть в курсе происходящего. Ведь уровень гимнастики и российской, и мировой растет. Как говорится, не по дням, а по часам. Сейчас хочу школу немножко возродить, дать ей второе дыхание, чтобы она чуть-чуть модернизировалась, стала более современной, более удобной для детей. И также хочу помогать нашим воспитанникам добиваться высоких спортивных результатов. Кемеровская школа спортивной гимнастики много лет подряд входит в десятку сильнейших в стране. Сохранять эти славные традиции Девятовский и Астахов будут вместе. Валерий Тимофеевич перешел на должность заместителя директора по учебно-спортивной работе. А ведь, как известно, молодость и опыт – лучшее сочетание для достижения самых высоких результатов. Татьяна Савельева, Дмитрий Фокин. Новости моего города. Новокузнецк готовится к Всемирному дню здоровья. Сегодня несколько сотен горожан вышли на зарядку с чемпионом. Массовый урок физкультуры проводил заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Евгений Чегишев. Именитый спортсмен не стал мучить присутствующих сложными упражнениями. Он провел обычную разминку, но заверил, что если выполнять ее регулярно, можно всю жизнь оставаться в хорошей форме. Советую всем, неважно кто ты, спортсмен ты или обычный человек, который никак не относится к спорту, физической культуре. Вот просто элементарные упражнения по утрам делать – это просто такой заряд энергии, бодрости на весь день, что каждому понравится. Так что призываю всех к этому. На этом у меня все, но новости с вами не прощаются. Прямо сейчас о вертикальных лесах Милана тем временем расскажет Георгий Демин. А сразу после вас ждет полезная информация. Приятного вам просмотра и до встречи на телеканале «Мой город». Одежда для ведущей предоставлена салоном «Флирт». Тем временем блогеры планируют прогулки в городских лесах Милана. Особенность их в том, что это не обычные, а вертикальные леса. В эпоху, когда ценятся инновации, способные сделать жизнь более гармоничной, миланская компания «Стефан Бойери Архитекц» представила дизайн здания, располагающего собственным вертикальным лесом. Когда оно будет закончено, «Боска Вертикали» станет самым зеленым домом Милана. С учетом того, что это один из самых густонаселенных городов Европы, замечательная инновация сможет принести свежий чистый воздух в самое сердце города, в то же время являясь образцом отличного дизайна. Проект здания предполагает создание зеленого фасада, засаженного плотной растительностью, которое даст зданию особый микроклимат и сможет очищать воздух от пыли. Помимо этого, живой фасад будет поглощать углекислый газ, вырабатывать чистый воздух, смягчать экстремальные температуры и снижать звуковое загрязнение. Кроме прекрасного вида, такой дизайн поможет также снизить стоимость жилья. Балкон каждой квартиры будет содержать несколько деревьев, которые летом укроют от солнца, а зимой будут сбрасывать листья, пропуская больше света. Прекрасная идея! Я бы очень хотела жить в таком доме. В целом, этот передовой дизайн не только помогает окружающей среде, но и возвращает горожан к природной гармонии. Здание уже почти закончено. Первые обитатели появятся здесь этим летом. Как вы живете в гармонии с природой? Расскажите нам на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания! Мне нужно противовирусное. Внук заболел. Для внука? А возраст сколько? Он взрослый. Тамара Васильевна с рецептом из больницы спешит в аптеку. Внимание привлекла новая вывеска на Островского 27 с надписью «Низкие цены». Пенсия расписана уже давно и непредвиденной траты сейчас ни к чему. А здесь удалось и лекарства купить, и сэкономить прилично. Очень много приходится лекарств покупать. Здоровье уже это не то. Но вот сейчас купил для внука, простыл. Аптечный дом порадовал жителей Центрального района и открыл аптеку от склада. Цены здесь действительно намного ниже. Расположение аптеки тоже на редкость удачное. Неподалеку от травмпункта и третьей городской больницы. Так что прямо из кабинета врача можно отправляться за всем необходимым. Это очень удобно еще тем, что люди здесь бывают иногородние, и для них, допустим, тяжело где-то искать аптеку, и тем более аптеку с низкими ценами. А здесь очень удобно, то есть рядом с больницами. Можно никуда не бегать, не искать, сразу пришел, приобрел. Здесь можно приобрести средства для ухода за лежачими больными, современные перевязочные материалы и средства для дезинфекции. Есть и компрессионный трикотаж для профилактики и лечения. Определиться с выбором всегда поможет опытный консультант. Сосуды держатся в тонусе и не появляются варикозные расширения вен. Не появляются бляшки и сосудистые звездочки. Я рекомендую людям, у которых часто устают и текают ноги, носить профилактический компрессионный трикотаж, такой как гольфы, чулки и колготки. Более 10 тысяч наименований от витаминов до новейших аппаратов, значительно облегчающих жизнь больного. Например, этот тонометр подойдет для людей с ослабленным зрением, подскажет давление, поблагодарит и пожелает здоровья. Пожалуйста, расслабьтесь. Начинается измерение. Во время измерения постарайтесь не двигаться. Глюкометр за одну секунду определит уровень сахара в крови, а инсулиновая помпа возьмет на себя заботу о современном лечении и поможет человеку на время забыть о болезни. Управлять помпой можно с помощью пульта, соединенного с аппаратом через блютуз. Такие приспособления для больных с сахарным диабетом раньше приходилось заказывать через интернет и ждать посылки не одну неделю. Теперь все необходимое в шаговой доступности. Срезка нужна иголочка или катетер. То есть по интернету это так быстро не получишь. Проходит от 3 до 5 дней доставки. Здесь в аптеке вы можете всегда прийти, сегодня и сейчас, приобрести все, что вам нужно для инсулиновой помпы. И кроме того, если сравнивать по ценам, то цены здесь значительно ниже, чем цены при заказе через интернет. Аптека работает и на заказ. Можете оставить заявку на препарат и уже на следующий день вы получите лекарства. Так что в аптеке от склада сети «Аптечный дом» на Островского, 27 вы обязательно найдете все, что доктор прописал. Ксения Еременко, Дмитрий Фокин. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова